Они показывают фокусы, танцуют и поют по-своему, при этом практически не слыша ни звука, интуитивно благодаря поддержке друг друга и отточенным от автоматизма движением. В эти дни в Ташкентском центре культуры для глухонемых прошел праздник в честь 90-летия со дня создания общества глухонемых Узбекистана. Более 300 гостей приветствовали своими концертными номерами воспитанники специализированной школы-интерната номер 160. Сегодня общество объединяет более 10 тысяч 90 человек с проблемами слуха и речи по всей стране. За годы существования, особенно в последнее время, по словам самих членов этой большой семьи, произошли большие реформы. Создано учебно-производственные предприятия, специализированные культурные и спортивные центры. Налажено сотрудничество с другими странами по обмену опытом и созданию максимально комфортных условий для слабослышащих. Вот и сегодня еще один повод собраться, пообщаться и поблагодарить всех тех, кто, несмотря ни на что, каждый день доказывает обществу и прежде всего себе, что инвалид, по слуху, не приговор, что можно не просто жить, закрывшись в квартире, а работать, развиваться и вносить свое, посильное слово в социальной жизни. Тем более, условия для этого есть. Сегодня на празднике принимают участие члены общества глухонемых со всего города. Внимание и забота для этих людей не ограничивается лишь одним днем сегодня. За прошедшее время сделано многое для создания условий для слабослышащих людей. Реконструировано здание центра культуры, благоустроен парк, создано множество кружков и предприятия, где они работают. И это делается для инвалидов различных степеней. А сегодняшний праздник – еще один повод порадовать людей, дать почувствовать, что о них заботятся и, конечно, наградить трудолюбивых. Праздничное мероприятие не ограничилось лишь в одном актовом зале. Здесь же на улице был организован праздничный стол и показательные выступления. Отличившиеся своим трудолюбием были награждены. Среди них и многократный чемпион Сироджи Дэнзэнэддинов, который во время визита главы государства в Центр культуры глухонемых пообещал президенту провести золото из чемпионата мира. Сказал – сделал. Я, будучи двукратным чемпионом, на встрече пообещал, что когда поеду в Англию, я обязательно привезу ему золото. И он сказал, что будет ждать его. И когда я привез золото, то мне подарили квартиру. За это я очень благодарен. Приближается в Италии в декабре 2019 года. Это будут зимние Олимпийские игры. Мы не входили в прошлогодний турнир, но в этом году нас пригласили. И мои ученики – это ребята по… мой выпуск, ребята все с ограниченными возможностями. Мы будем участвовать и обязательно постараемся занять золото. А Даврон Хидиров, который получил квартиру за свои успехи в Тайквондо, сегодня готовит своих воспитанников к очередному чемпионату. В этом году, в октябре, будут азиатские игры в Китае. Мы готовимся, очень серьезно готовимся. Я готовлю своих ребят. Мы планируем занять золото. Будут участвовать 8 участников, моих учеников. Сегодня очень хорошее настроение у нас. Это 90-летие общества глухих. Приближается 23 сентября – Международный день глухих. Это очень красивые даты. Я хочу поблагодарить хоккемиат Алмазарского района за организацию этого красивого мероприятия. Это очень красиво, торжественно. В этот день отметили не только уже именитых спортсменов, но и простых работниц специализированного швейного цеха, который находится здесь же, в нескольких метрах от центра. Смотря на этих людей, понимаешь, что главное – сила духа и поддержка близких, что руки опускать, даже будучи особенным, не таким, как все, нельзя. Ведь руки – главный инструмент сказать миру, пусть и методом жестов, что «я могу». Редактор субтитров А.Семкин